Людей, которые у нас на подсосе от государства, в нашей команде кандидатов нет. Надо бы устроить страну. В общем, может быть, нам лучше бы если деньги инвестировать в ЖКХ Воронежа? 1 июля партия «Новые люди» провела собрание и выдвинула в Воронеже кандидатов в городскую и областную думы, которые уже 13 сентября попробуют потеснить «Единую Россию» и её строительное лобби. Такими планами поделился в Воронеже лидер новой партии Алексей Нечаев. До прихода в политику он уже был широко известен благодаря руководству научно-производственной компании «Фаберлик». Алексей Нечаев рассказал, почему партия называется «Новые люди» и что она готова предложить воронежцам. Что такое «Новые люди»? Новые – это такое новое качество. У нас сейчас те партии, которые существуют, по-многому это партии, обсуждающие, сколько раздать денег из бюджета, достаточно ли мы раздаем денег из бюджета или надо больше раздавать денег из бюджета. В каком-то смысле это все партии таких бюджетников. Новые люди – это люди, которые сами строят свою жизнь, люди, которые сами обеспечивают свои семьи, которые зарабатывают сами. Это и самозанятые, это люди, работающие в коммерческом секторе, это и предприниматели, это люди образованные, это люди молодые. Мы видим, что очень много людей чувствуют себя непредставленными. Вот мы надеемся, что наша партия для таких людей. У нас было несколько человек, которые получают гранты, было в целом, в Воронеже надо отдать должное, этого не было, но в целом в ряде регионов у нас есть давление на кандидатов, звонки, и люди снимаются. Так что само собой получилось, что людей, которые у нас на подсосе от государства, в нашей команде кандидатов нет. Это все люди, которые self-made, люди, которые сами себя сделали, люди, которые сами обеспечивают свой доход, и еще часто доход многих людей вокруг. Надо бы устроить страну. Нам, конечно, может быть, льстит какие-то операции в Сирии, или какие-то инвестирования в Венесуэлу денег, там, десятка миллиардов долларов. Но, в общем, может быть, нам лучше бы эти деньги инвестировать в ЖКХ Воронежа, может быть, в дороги, может быть, в лес. Если будем о городе, то посмотрите, что устраивает строительное лобби, которое, собственно, и есть сегодня Единая Россия в Воронеже. Это точная застройка. Я думаю, городу нужны парки, городу нужна общественная среда, а не дома, впихнутые во дворы, когда уже не проехать, не пройти. Вот это очень простая вещь – обустроить страну. Давайте лучше это делать, а не враждовать и не высаживать наши флаги в Африке. Мне кажется, Африка – хорошо, но мы можем займемся здесь, в нашей жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!